Раисе Платоновне исполнилось 90 лет. День рождения встречает без родственников и в чужой квартире. Утверждает, вот уже четвертый год в родной дом ее не пускает собственный внук. Там даже уже дверь другая, по всей видимости, как бронированная. И замки поменялись. Я не могу войти. Квартиру еще в 1972 году получил ныне покойный муж Раисы. Да и Юре у женщины есть законное право на проживание в этой квартире. Но де-факто воспользоваться им она не может. Поскольку квартира не приватизирована, она является собственностью громады, коммунальной по сути. То есть те, кто там прописан, они являются как квартиранные мочами, по факту как бы совладельцы. Раиса Платоновна одна из последних, кто осталась жива из членов семьи. А внук, внук непонятно каким образом там прописан. Чем насолила внуку и невестки, женщина не понимает. Говорит, отношение родственников изменилось в один момент. Начались вот эти все мои мучения. Как только у меня умер сын. А меня уже не пускали до него. Уже двери никто не открывал. Сейчас Раиса Платоновна живет у знакомой. Мы ее на руках носили, потому что она не ходила. У меня зять, дочка, я, внук у меня. И вот это приезжали, и вот это мы пока ее выходили. Сейчас приватизировать квартиру ни женщина, ни ее внук не могут. Нет обоюдного согласия. Судебные процессы длятся уже четыре года. Суд считает, что тех решений уже вполне достаточно для того, чтобы бабушка там проживала. Несмотря на то, что ее туда, во-первых, не пускают, как и не пускали. И она просто боится с этими людьми жить. Это ничего не принято во внимание. Вот поэтому мы будем писать апелляцию. Невестка Раисы Платоновны говорит, пенсионерка жила вместе с мужем в ее квартире, в соседнем подъезде того же дома. Почему не осталась там, не понимает. Жила себе рядышком в подъезде без всяких проблем. Никто ее не выгонял. И на судебном заседании первом, когда адвокаты приняли, ну не адвокаты приняли, а в принципе предложили перепрописаться и разрешить вопрос, они отказались. Сейчас однокомнатная квартира пустует. А все обвинения в адрес внука Раисы ее невестка считают необоснованными. Кто сейчас живет в этой квартире? Никто не живет. Квартира стоит пустая. Однокомнатная? Однокомнатная, да. То есть сюда, в принципе, можно заехать бабушка свою? Да, так и там, где она и жила. А поливать грязью своего ребенка я не разрешу. Внука Раисы в трехкомнатной квартире прописал ныне покойный муж Виктории. Несовершеннолетний ребенок прописывается без согласия чьей-либо стороны. Папа прописал его в свою квартиру, где жили мы всей семьей. Квартира была оформлена на покойном дедушке. Естественно, так как бабушка не проживает, мы предоставили все документы. Виктория не понимает, почему свекров приютили посторонние люди. Уверяет, выходы с этой ситуации есть. Пускай бабушка идет и живет в 78-ю квартиру, и пусть прекратят вот это безобразие. Вот и все. Никто ей не препятствует, никто ей не возражает. Там ее стоят все вещи, там ее стоят то, что она пусть вернут то, что они забрали из квартиры, вернут ее диван, где она живет у старых людей, и пусть она доживает свою старость, как положено. В свою очередь, Раиса Платоновна хочет вернуться в свою трехкомнатную квартиру. А пока идут, судебное разбирательство нуждается в опекуне. Им стала Анна Михайловна. Уверяет, не из-за алчности, а по доброй воле. Четвертый год. Спортогон. Да, вот я живу уже. И я уже, уже, и мне, знаете, как оно. А ну, куда я ее? Ну, откуда? Рая, ну, успокойся. Валерий Колытан, Эдгар Копытов, Игорь Бахиркин, ТВ5.